Берем количество целых точек в гоматотически расширяющуюся область, в области омеры. Но на самом деле здесь в треугольнике. Значит, гоматотически расширяющуюся область. Считаем количество целых точек. Значит, количество целых точек в области омеры, даже в онмерной фазе, это по порядку величины t в степени n на объем омеров, это очевидно. Но это измерим справедливо. Теперь это у нас количество целых точек в области. А теперь считаем количество примитивных точек. Я считаю количество примитивных точек в t плюс количество примитивных точек в t вополам плюс количество примитивных точек в t на 3 плюс и так далее. Вот я вот ожидаю, что если я это все сложу, то это будет количество целых точек. Ну да, это так и есть. Это так и есть. Теперь мы наблюдаем, что количество примитивных точек в t раз и на k это приблизительно количество примитивных точек в t единица на k в степени. Подставляем сюда, переходим к пределу. Получается, что количество примитивных точек в t t 1 плюс 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 1 в 3 в квадрате плюс так далее. Это количество в степочке и все. Вот и все. Количество слагаемых увеличивается. Надо доказывать, что... В какой-то он не попрывается. Но оно чем больше т т т т, больше слагаемых все. Надо оцениваться. Там толпости есть. То есть вообще, если вы на каждой срассписываете подробно, там возникает функция плюс. Там формула вообще не возникает. Нет, формула обращения безусловно возникает. Ну вот на пальцах можно... Я говорю, что на пальцах опять не возникает. Я помню, что там было две эти самые формулы обращения. На самом деле нужна формула обращения. Формально она нужна доказательство, равномерность и сходимостью, что можно переставлять в порядок суммирования и придемности. То есть на самом деле, если аккуратно описывать, то она выставляет. То есть это показательство, а не доказательство. Но оно выражало, что оно нарисовано все консенсуальное. А если копать, то надо аккуратно это обращение.